Я инженер, занимаюсь автоматизированной системой управления, работал на различных металлургических заводах Украины. Как только начали бомбить Донецкий аэропорт 26 мая, вообще все изменилось очень сильно, было очень страшно. А потом, когда сразу прекратились выплаты, мне в школе перестали платить, заплатили только за июнь. И все, за вторую половину июня уже не заплатили. То есть работа сразу остановилась, выплаты сразу остановились, заказчик подрядчикам не платит, ну, соответственно, зарплаты нет. Мы живем еще в Киевском районе, это 5 километров до аэропорта. У нас разрушена школа, в нашу школу попадали два раза. Последний обстрел, вот 2 мая был, мы прям слышали, у нас вот за домом вспышки, и мы видим эти вспышки, разрываются это, и мы уже умеем развлечать, когда вылета, когда прилет снаряда. После этого года хотелось бы просто уже покоя. Да, тишины, уверенности в завтрашнем дне, потому что у нас сейчас этого нет. Уже просто готовить. Как-то на новом месте будем обустраиваться. Работа, силы пока есть. Будем работать. Будем жить, да. Ставший сын наш планирует выезжать по программе СЭЛА. Заниматься, ну, получать высшее образование уже в Израиль. Мы собираемся переезжать в Израиль, ну, где-то лето, конец лета. Как сложится с программой у нас, в какую программу мы будем попадать, договоримся.